Немецкий солдат. Брат, как думаешь, может такое быть, что кафыров тупо не понимает, что такое свобода, честь, достоинство? Мы смеемся с них, а они тупо не понимают, с чего мы смеемся. Они думают, что мы от зависти критикуем. То, что происходит на этом видео, это полнейший абсурд. Кадыров, я еще на одно мулу твоего хочу тебе донести. Ты просто не представляешь, что он говорит у тебя за спиной, тоже, кстати, по поводу военной операции в Украине. На этот раз это Байали Тевсиев. Помнишь такого? Ты его с Австрии привез, бывший муфти, который после твоего отца стал муфтием Мишкери, который, кстати, объявлял джихад России, вместо того, когда твой отец отказался его объявлять. Так вот, этот Тевсиев сидит и молодежь отговаривает от того, чтобы они ехали воевать в Украину. Что я тебе рассказываю? Давай ты сам лучше послушаешь, что он говорит. Субтитры делал DimaTorzok Представь, что он про тебя говорит, Кадыров. Сам и вы, говорит, про тебя. Сам он не хочет, говорит, ехать умирать, хочет сидеть на мягком диване, кушать сникерс, попивать, запивать. Это Пепси. Своих детей, говорит, не хочет туда отправлять умирать. А вас, говорит, туда отправляет. Неужели вы, говорит, это не понимаете? Как вы можете, говорит, не понимать? Представь, сидит его так вот нагло. Ты столько добра этому человеку сделал. Ты, можно сказать, простил его за все, что было. Вернул домой, даже дал ему какую-то работу. А он, представь, сидит и отговаривает молодежь. Да еще и таким наглым, неуважительным к тебе образом упрекает тебя за то, что ты сам не едешь воевать. За то, что своих детей не отправляешь воевать. В общем, займись этим чуваком, чтобы он не трещал там своим языком. Немецкий солдат. Брат, как думаешь, может такое быть, что кафыров тупо не понимает, что такое свобода, честь, достоинство? Мы смеемся с них, а они тупо не понимают, с чего мы смеемся. Они думают, что мы от зависти критикуем. По поводу, кстати, смеха нашего Стёба. Есть такое понятие, как парадокс. Обычный парадокс используется в юморе очень часто. Парадокс – это некое противоречие. Это как сказать, что ежик гладкий, лысый. Но мы все же понимаем, что ежи не бывают гладкими, лысыми они бывают колючими. Вот таким же парадоксом является, допустим, сказать, что Кадыров умный, например. Все знают, что Кадыров и ум разные вообще полушария. Это как запад от востока. Поэтому всем очень смешно, когда говорим, что Кадыров, допустим, академик. Кадыров – кандидат наук. Сразу вызывает улыбку. И вот я хочу вам сейчас показать еще один ролик. Это для не-чеченской аудитории, чтобы вы поняли вообще, почему мы над некоторыми вещами смеемся откровенно. И может быть, вам кажется, что это что-то серьезное, почему мы над этим смеемся. Но мы смеемся, природа нашего смеха как раз кроется в этом парадоксе. Вот обратите внимание на этот ролик, потом я вам поясню, о чем тут идет речь. Субтитры создавал DimaTorzok То, что происходит на этом видео, это полнейший абсурд. Это не просто даже парадокс. Этот человек, это Магомед Хитанаев, это Кадыровский мула. Он, значит, собрал новую порцию мяса, отправляемого в Украину. И проводит с ними некий ритуал. С их точки зрения он как-то связан с исламом, на самом деле абсолютно нет вообще никакой связи. Они проговаривают. Он, значит, говорит первый, мы намереваемся отправиться на джихад, на священную войну. Отправиться на священную войну, чтобы, значит, убивать этих последователей Иблиса, типа дьявола. Они за ним повторяют. И вот, может быть, вам это непонятно, вам кажется, что для нас это, вы понимаете, что это полный абсурд. Это вещи, вот это как раз пример этого парадокса, когда еж и он лысый, когда Кадыров и он умный, когда Хитанаев и российская армия и священная война, когда Хитанаев и ислам. Понимаете, вот в чем как бы кроется вся эта, суть этого абсурда. Это просто вещи, которые несопоставимы. То, что этот человек говорит, это уму непостижимый бред, полный абсурд. Это невозможно как-то здравым смыслом это объяснить. Просто, ну невозможно. То есть это, это как будто бы взять в руки крест, допустим, вот представьте себе, взять в руки крест и начать читать суру из Курана. Понимаете? Это вот приблизительно вот такая вот ситуация происходит. Несопоставимые какие-то вещи, в корне как бы, никак, которые невозможно поженить. Он пытается вот это вот в одном этом видео сделать. Российское вторжение в Украину и священную войну мусульман. Понимаете? Российских военных и священный джихад. Российских военных и какие-то там исламские терминологии. Просто вещи несопоставимые. Как же новчу воины допустили такое русское правительство? Такая вот уничтожили. Ты знаешь, воины имеют свойство погибать. Война тоже имеет такое свойство не только выигрываться, но и проигрываться. Поэтому вообще это такой переменный успех. Да, мы выиграли первую российско-чеченскую. Это первое вторжение, мы его выстояли, мы даже победили. Но второе мы, к сожалению, проиграли. Да, это результат наших каких-то недочетов, наших ошибок, наших грехов, если угодно. Мы должны сделать выводы, мы должны собраться силами и снова сразиться за свою свободу. Может быть, это сражение на поле боя, может быть, это политическое, иное, но оно по-любому нам предстоит. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»